Это может стать каждый. Деньги вы перевели мошенникам, вернуть их, нужно осознать, что вернуть их, к сожалению, практически невозможно. Если вам звонят из банка и вопрос касается ваших персональных данных, то вы должны просто положить трубку. Сохранение хладнокровия и не предоставление никому своих данных, вы становитесь уже неприступными для мошенников. Что делать, чтобы не стать жертвой? И если уже вдруг, не дай бог, пользователь стал жертвой, то что ему нужно сделать в первую очередь? Прямо необходимо сделать. Чтобы не стать жертвой, тут, наверное, лучше публиковать какой-то список, такой чек-лист, который должен человек проверить. И прочитывать его каждый день, первый день, каждый месяц. Утром проснулся, прочитал, все, осознал, все, я так и не буду делать. Но сейчас можно так просто вкратце проговорить, что это такое. Просто само уже понимание и осознавание существования такой угрозы, неважно, чего это, потери денег, приватной информации, доступа к управлению аккаунтом, это уже половина пути. А добавив к этому простые правила компьютерной гигиены, это своевременное обновление, как я уже сказал, программное спечение, это использование отдельной банковской карты, или еще лучше, виртуальной, с лимитами, и которая будет использоваться только для осуществления платежей в интернете. Это сохранение хладнокровия и непредоставление никому своих данных, и все, вы становитесь уже неприступными для мошенников. Если вам звонят из банка, и вопрос касается ваших персональных данных, то вы должны просто положить трубку и перезвонить в банк по оригинальному номеру, который указан у вас на карте. Просто разве это так сложно? Я тоже не понимаю, почему люди до сих пор продолжают попадаться на этот достаточно уже топорный к сегодняшнему времени крючок. Ну, и что делать все-таки, если вы стали жертвой? Потому что все-таки материала, как не стать жертвой, в самом интернете достаточно много, но вот что делать? Ну, то есть, как показывает практика, все-таки жертвой может стать каждой, потому что схемы модифицируются, эволюционируют, они усложняются. Вот, но если в какой-то момент вы осознали, что деньги вы перевели мошенникам, вернуть их, нужно осознать, что вернуть их, к сожалению, практически невозможно. Но выполнив ряд действий, вы можете поспособствовать к приостановке деятельности этих мошенников. Что нужно сделать? Обязательно нужно сохранить всю переписку с мошенниками, в случае такой имеющейся письма, скидки чатов, это нужно делать оперативно, потому что мошенники любят затирать за собой следы, то есть, они с вами списались, развели, они удалили всю переписку, то есть, сохранили ее. Чтобы оперативно сообщить о факте мошенничества в банк, с картой которого вы потеряли деньги, вам нужно писать заявление в банк, что были списаны деньги в результате мошенничества, что вас специально ввели в заблуждение. После этого нужно написать заявление в полицию, и сегодня для этого вам даже не нужно идти физически ногами в какое-то отделение, вы можете это сделать онлайн на сайте МВД, только в главном условии нужно обязательно указать свои действительные контактные данные, потому что с вами, в случае возбуждения какого-то уголовного дела, с вами обязательно свяжутся и пригласят уже в отделение. И это не все желают это делать, но сделать это нужно. После того, как вашему заявлению присвоить какой-то номер идентификатора со стороны МВД, сообщите об этом дополнительно в банк. То есть, попросите добавить эту информацию в ваше первое заявление. Ну, по сути, это все. И вот, согласно статистике Банка России, за первое полугодие 2020 года банки смогли вернуть клиентам только 12% похищенных средств. Но здесь есть один нюанс. Здесь речь идет о переводах физических и юридических лиц, совершенных без их согласия. То есть, это реальное в результате взлома, в результате утечки со стороны банка. И, к сожалению, банк вам не вернет деньги, потому что вы сами инициировали перевод. Но чем больше обращений в банк, в МВД, тем скорее инициируются какие-то мероприятия со стороны полиции. Например, возбуждение того же уголовного дела. И тем больше вероятности, что по горячим следам мошенники будут пойманы. А с другой стороны, даже само осознавание мошенниками, что их деятельность преследуется, приведет к большей вероятности того, что на каком-либо этапе они совершат ошибку. А как показывает наша практика, именно это часто и помогает к их быстрой поимке. Да, я, наверное, хотел бы еще добавить про защиту наших смартфонов и других устройств, компьютеров и так далее. То, наверное, не лишним будет сейчас большой выбор различных ПО, антиспам, антивирусных. То очевидно, что даже несмотря на то, что они зачастую и не бесплатные, но я думаю, что эта инвестиция может окупиться, если вдруг она действительно спасет. Возьмем трубку от какого-нибудь псевдобанка и так далее. Неподходящий момент. Потому что, да, мы уже вроде помним, что если начинается разговор, это вас беспокоит службу безопасности банка. Вы там совершили сейчас какую-то транзакцию, то, ну, скорее всего, можно сразу положить трубку. Но какие-то моменты, наверное, там, может быть, до глава думает о другом, можно и повестись. Видимо, в этом как раз и есть плюс использования ПО. Да, они, я так понимаю, есть некоторые бесплатные по определению номера, есть платные. Я вот стал пользоваться, мне очень нравится то, что можно сразу как бы даже не отвечать, потому что, ну, понятно, что поступают, и иногда мы ждем какие-то звонки с неизвестных номеров. Там, это может быть и доставка, это может быть, там, я не знаю, какие-то по различным мероприятиям. Ну, то есть, в общем, бывают случаи, когда приходится, там, отвечать наугад, да, не зная, это действительно, там, какой-то человек, который нам нужен, нужен звонок, или это, скорее всего, спам. А вот что еще хотел добавить, почему вот указанные выше действия, когда совершил, было уже совершено преступление, деньги были переведены. Почему не делают? Ну, собственно, потому что, очевидно, мы уже все догадываемся, что, скорее всего, деньги обратно не получим. Соответственно, зачем тогда эти действия там делать, если, ну, уже все, как бы, там, деньги отправил, этими действиями я, там, деньги не верну, да. Наверное, вот это, в этом и есть как раз объяснение того, что, ну, почему люди не совершают вот эти вот обращения в МВД, плюс туда еще нужно будет сходить, да, обратиться в банк и так далее, ну, потому что, как бы, деньги не вернутся. Поэтому, вот. Тут единственное возникает вопрос, а вот когда информацию по, ну, случившемуся мы направляем информацию в банк, то, очевидно, есть какая-то информация о злоумышленнике, там, его мобильный номер, либо там номер карты, либо, что там еще может быть, ну, там, очевидно, какие-то идентификационные данные есть. Вот тут вот вопрос, а банк по одному, как минимум, ну, там, может быть, по первому, да, обращению или по нескольким, будет ли он, да, не возвращать деньги, ни в коем случае, да, здесь, ну, об этом речи, наверное, нет, а какие-то действия с картой совершать со счетом, то есть может ли он приостановить действия этой карты или, там, приостановить вывод денег с этой карты, с этого счета, или, как бы, здесь нету основания для банка для того, чтобы такие действия против своего клиента совершать? Да, конечно, банк обязан после получения обращения о том, что в отношении вас по земному мошенничеству и денежные средства были списаны, он должен заблокировать эту карту. Но вот по поводу возврата, нет, здесь не будет работать эта история. Есть механизм у финансовых организаций, называется chargeback, но он не распространяется на переводы между физическими лицами. И вот это, собственно, все и тормозит, потому что все основные переводы в англах мошенничества – это через карту карт, то есть это физические лица переводы. Поэтому банк, конечно же, карту заблокирует, но деньги, вероятнее всего, он не вернет. Но здесь тоже могут быть и другие ситуации. Если же вдруг мошенники начали инициировать перевод на карту этого же банка, то здесь появляется вероятность того, что банк действительно может приостановить транзакцию и вернуть денежные средства, если, допустим, опять же, у него будет какой-то скоб обращений, жалоб на владельца этого счета. То есть он будет обладать этой информацией и вполне себе он может помочь. Тут же будет также зависеть и репутация клиента. Если это какой-то важный клиент, который может в случае произведенного хищения банк может нести какие-то репутационные риски, то вполне возможно он даже в ущерб себе может вернуть денежные средства этому клиенту. Но это теория или такая действительно существует практика, когда есть и возвраты в каких-то особенных случаях, или вот если деньги перевел в рамках одного банка и быстро, оперативно понял, сообщил в банк, например, это было не первое обращение, ну то есть все так сложилось благополучно для того, кого попытались кинуть, то действительно есть примеры такие, что пользователи, клиенты банка получали, возвращали свои деньги обратно. Да, такие примеры действительно есть. Я не буду называть названия банков, естественно, по различным причинам, но это все зависит от уровня развития банка, от уровня состояния его информационной системы, от уровня качества его поддержки. То есть если оператор на обратной стороне грамотно обработал вашу заявку, собрал все, ну он действительно позаботился собрать все индикаторы этого мошенничества с вашей стороны, то есть он собрал кусочком, покрупицем всю эту информацию, собрал его едино, понял, что вот действительно сейчас двумышленники атакуют клиентов этого банка и вполне себе они могут инициировать заморозку этих транзакций, потому что все-таки есть время, когда банки могут между собой как-то приостанавливать эти все транзакции. То есть это все будет зависеть от заинтересованности самого банка, к сожалению. Понятно, что вернуть деньги, когда уже другая сторона, кому был этот перевод совершен, когда он уже пошел, их и обналичил, то есть их уже нету фактически на карте, на счете, соответственно, возвращать нечего. Но если вдруг, опять же, это произошло там быстро, это какой-то банк, который хочет очень помочь, то что может банку, персоналу, операционному сотруднику помешать сделать вот этот возврат или приостановить. То есть что здесь не на стороне пользователя, добросовестного пользователя, который действительно что-то хотел себе купить, но в итоге попал. То есть какие аргументы у банка не делать этот возврат? У каждого банка есть своя политика. Но, опять же, все-таки это банковская история, она очень зарегулированная, и они руководствуются различными политиками. И как это какими и по каким причинам я, к сожалению, сейчас, так сказать, не смогу. Это, опять же, достаточно большая платформа для злоупотреблений. Поэтому банк понимает, что да, может быть мошенничество, а может быть мошенничество сейчас со стороны клиента происходит. И тут очень сложно найти эту тонкую грань. А, ну то есть как бы я понял, что я сам мошенник, я отправил, и верните мне обратно мои деньги, а на самом деле с той стороны уже была какая-то услуга оказана, да? Да, все так. Ну, да, это справедливо.